И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэйвен, и мы продолжаем проходить с вами Pillars of Eternity, или Столбы Вечности, или Столбы Вечности. В общем, мы здесь, за кадром я все-таки не стала ходить, искать кусочек этого скипетра, потому что, ну мало ли, что я найду еще по пути, чтобы, так сказать, не пропустить что-нибудь интересное. Тут, кстати, что? Свисающая искра на веревке покачивается от океанского бриза. Хорошо. Сейчас очень быстро газуем назад, или даже нет, знаете что, мы пойдем налево, потому что там тоже вроде как вода была, неизвестно, есть ли там где-то спуск или нет. Я, кажется, так газую вперед, что это небезопасно. Так, кто меня видит? Поняла, что это было только что. Так, и будет. Дюжина айдирских кораблей разбилась об эти дамбы во время войны непокорности. Лучше прислушаться к астрологам и узнать, когда будет прилив. В правильных местах у меня кровь в жилах стынет. Что-то они разговорились. Ну ладно. Естественно, здесь будет кто-нибудь, или мы так тут и будем ходить. Может, мы что-то тут найдем? Потому что не зря же здесь такие длинные причалы. Вроде ничего, водоросли такие. Вроде ничего и никого. Просто походить и посмотреть? Вряд ли. Не та игра. А, во. Марченов. Капитан не обрадуется этой новости. Товарищ Марченов, если я оттуда сунусь... Ага. Это не считается как воровство, да, я смотрю? Так, кто ты? Молодой долговязый матрос нервно теребит в руках шапку. На его морщинистом лбу проступает капля пота. Когда вы подходите, его глаза распахиваются, и он шагает вперед. Я... у тебя есть минутка? Ты не отсюда, да? Ты не похожа на девица с доков. Он нервно озирается. Помоги мне. В чем дело? О, спасибо тебе, спасибо. Я вообще-то еще не согласилась. Он бросает быстрый взгляд вверх. Дело в капитане. Вернее, не в самом капитане, а в его сундуке. В матросском сундуке. Он хранит там все ценности надежно запертыми. Я выгружала этот сундук вместе с остальными вещами. Когда мы остановились в порту пару дней назад, и... Он закашлялся. Признаю, я должен был... Должно быть несколько отвлекся. Марченов кивает на соседние дома. Не так уж долго меня не было. Какой-нибудь часок в соленой мачте. Когда я вернулся, сундука нигде не было. Он вперил в вас умоляющий взгляд. Меня, правда, не было совсем недолго. Ага, там-то. В Бордееве его недолго. Хотя, может быть, кто знает. Может быть, у него такие способности скудные. Я был там, правда, совсем недолго. Тот, кто нес сундук, не мог уйти далеко. Но у нас уже новая рабочая смена. Теперь я стою на часах и не могу слинять, чтобы искать сундук. А если капитан узнает о пропаже, то убьет меня. Меня попросту вздернут на рее. Пожалуйста, если ты сможешь вернуть его, клянусь святым огнем, что моя благодарность берет стоящий. Да я дам тебе весь этот заработок. Весь свой заработок. Он мне все равно не пригодится, если капитан Фортанера узнает о пропаже. Как думаешь, куда воры могли утащить сундук? Ну, сундук довольно тяжелый. Никто из тех, кого я спрашивал, не видел, чтобы кто-нибудь тащил его. Думаю, они не могли уйти далеко и припрятали его где-то совсем рядом. На сундуке довольно прочный замок, то что, я надеюсь, себя не открыли. Разве что топором. Убоги. Он вздыхает. Если его вскрыли, то я действительно покойник. Почему ты решил, что я не местная? Шестое чувство. Матрос слегка усмехнулся. Мне действительно нужна твоя помощь. Ты моряк, да? Да, мам. Я хожу на этом корабле уже полгода. Платят неплохо, да и эти рассветы над морской гладью. Я бы ни на что это не променял. Он вздыхает. Разве что про капитана надо было заранее порасспрашивать. Так, а что вот это за сундук такой, сударь? Мне не хватает. Отмычки нужны. А где они там продавались-то у кого? Надо вообще как-то до магазина дойти, найти его и что-нибудь сделать там. Хорошую. Мы могли уйти далеко, говоришь? А я могу на этот корабль, кстати, попасть как-то ночь? Вроде нет. Так, налево, отдайся, справа налево. Хотя нет, подожди. А, здесь же маяк. Пойдемте в маяк сходим. Прикосновение огня Маграна должно успокоить местных духов. Что это было сейчас такое? А, еще и заперто это, посмотри. Чтобы открыть, нужен подходящий ключ. Вот жесть. Ну все, я расстроилась. Ну ладно, нет, так нет. Рано или поздно все будет. Неа. Кто-то такая воровка? Требуется строитель. Что-то она получила. Вы подходите ближе, она бросается вам навстречу. Господи, все мне бросаются навстречу. Я так прекрасна. Не хочешь подработать на стройке? Она одета просто, но куда симпатичнее большинство жителей Дары-Ондры. Я хорошо заплачу. Судя по всему, местные не горят желанием работать на тебя. Они все просто трусы, наслушавшиеся бабушкиных сказок. Она качает головой. Я предлагаю хорошие деньги, но как только рассказываю подробнее о работе, они поминают владычицу скорбей и сплевывают. Все верят в то, что с самого потопа в Даре-Ондры и в маяке обитают привидения. А, она сейчас нам ключ даст, да? Эх, войны. При потопе погибло столько народу, что их неупокоенными душами сложно. Можно. Не то что маяк. Целый квартал заселить. В Даре-Ондры был потоп. Во время войны непокорности. Это был один из последних ударов по Айдирской армии. Этот удар дорого нам обошелся. Планировалось, что всех жителей заблаговременно эвакуируют, но уехать успели не все. Айдирцы казнили всех, кого нашли. А сумевшие спрятаться утонули несколько часов спустя, когда люди Хадрата обрушили дамбу. Местные говорят, что... Одной... Ладно, пускай будет здесь... Что? Что-то я сегодня плохо читаю. Не знаю почему. Одной из оставшихся была смотрительница маяка. Одной из последних погибших. Она пожимает плечами. Не знаю почему они считают, что во всем Даре привидения живут только в маяке, но вот так вот. И это не остановит. Отлично. Пора уже кому-нибудь положить конец этим глупостям. Она роется в кармане и выуживает оттуда ключ. Отдавая его вам, она мгновение колеблется. Ой, извиняюсь, воздуха едать не хватает. Вы же знаете, да, что люди зевают, когда им воздуха не хватает? Странно, да? Будь осторожна. Не то чтобы я верила в сказки про призраков, но это старое строение. Так что повнимательнее там. У меня есть кое-какие вопросы. Что ты хочешь узнать? Ты знаешь, что может быть внутри маяка? Если бы. Не, пожимает плечами. Он заброшен со времен потопа в Даре Ондры. Что ты собираешься построить? Трактир, наверное. Она заправляет выбившуюся прядь волос за ухо. В Даре не хватает заведений по... Поприлечней соленой мачты. Соломенной. Этот район в упадке со времен войны непокорности. Кажется, он готов к новшествам. Так что вообрази себе мой восторг, когда я нашла это место. Три этажа у самого моря выставлены на продажу за относительно небольшие деньги. Продавец сказал, что есть и другие желающие, так что я поспешила заключить сделку, даже не заглянув внутрь. Глупо знаю. Она качает головой. Ну да, другие желающие специально я бы сказала, чтобы она побыстрее купила за большую цену. Нюансы маркетинга. Я из нового Хиамара. Поэтому, хоть я и знала о затоплении, понятия не имела о суевериях, которыми местные оплели старый маяк. А когда все выяснилось, продавец был уже далеко. Ну, конечно. Много желающих, ага. Так что, если мне удастся хотя бы вернуть свои вложения, это будет настоящим чудом от владычицы скорбей. Ладно. Расскажи мне о потопе. Удар затопили по приказу Хадрата, в самом сердце войны непокорности. Это был один из последних ударов по Эдирской армии. И этот удар дорого нам обошелся. Планировалось, что всех... А, это я читала? Она это ранее говорила? Это же не местные, я права. Она горько смеется. Что меня выдало? Акцент или тот факт, что я умудрилась выложить за это здание хорошие деньги? Я из Нового Хиамара. Мы как бы это уже из... Мы уже знаем это. Ну ладно. Что на северном побережье. Он меньше бухты непокорности. Вот я и переехала сюда в поисках новых возможностей. Ой, хотелось сделать что-нибудь полезное для этого места. Понятно, пойдемте. Я люблю решать квесты как-то поступательно, знаете. Чтобы не получить и бежать дальше, а потом 10 раз возвращаться туда-сюда. А как-то поступательно. Получил в окрестностях, выполнил в окрестностях, пошел дальше. Вернулся только по острой необходимости. Призраки, да? Мы валили призраков. Удобней себя. Это сейчас будет битва. Когда битва, нужно сидеть удобно. Это влияет на ее ход почему-то каким-то образом. Так, найти источник. Источник завывания. Почему-то вспоминается квест в Моровинде. Садрит море. Там тоже из трактира. Ну, правда, это еще не трактир, но вы поняли. Из трактира нужно было выгонять привидения. Стекло стало полностью непрозрачным от грязи и соли. Грязи. Грязи и соли. Корка грязи и мертвых ракушек доходит почти до потолка. Блин, я бы, знаете, я с удовольствием почитала книгу тем слогом. Нифига. Себе сказала я себе. Тем слогом, которым... О, я еще такая вообще подготовленная пришла. Какая молодец. А, это как бы просто активация. Хотя нет, в области действия. Очень странно, да? А, вот, поняла. Смотрите, здесь показывают круг, а вот здесь не очень. Силу и решительность. Давайте сперва силу и решительность. Так, товарищ мой хороший, замечательный. Давай-ка, мороз. Не, давайте сперва посмотрим, как они передвигаются. Понятно. Быстро решили, как они передвигаются. Я не знаю, туда же, аху, сюда, сюда. Ой, дай бог, чтобы мы телепортнулись. Сюда. Сюда. Мочи вот это. Мочи вот это. Мочи вот это. Ооо. Что-то ты как-то очень близко к ним подошел, а вот тебе не кажется. Я воротный, милый. Стоик. Так, стоик, что ты мне можешь сделать хорошую? Уводит подсознательно, снижая скорость всех врагов. Отталкивающая печать. Небольшое восстановление. Устранение враждебного воздействия на союзников. Вот это лучше. Тенжирный какой-то особенный. Тень умершего. Мы с тенями умершего вроде еще... Умерших, точнее, еще не встречались, да? Нет, давай вот так лучше. Держи. Почему я не могу? Держи. Ни хрена он там застрял. Печаль. Стоик, стоик, стоик. Стоик, пожалуйста, милый. Так, рой. Не знаю, стоит ли он прям за мной летит, слушайте. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Что такое? Сейчас вы напали на противника, у которого по меньшей мере один из показателей защиты и отклонения сквозь. Так, значительно выше точности персонажа, который его атакует. Если защита значительно превышает точность, то добиться попадания может оказаться крайне сложно. А критического попадания невозможно. Попробуйте увеличить точность нападающего или используйте заклинания или способность, которая нацелена на другой показательной защиты. Это я кого ударила, я не понимаю. Вот их тут так много, вот пойди пойми, да? У кого там показатель? Вот этот, наверное, самый жирный, да? Чтоб я знала. Личит урона 10. У него мороз 20, огонь 5. Так, ладно, давайте, знаете что? Как интересно, да? Вот так. Что-то все плохо, да? Так, ты где? Это маг. Жалко, здесь нельзя камеру поворачивать, как в Original Sin. Было бы неплохо. Они что-то вообще живучие, сволочи. Давай, ты упадешь? Если ты упадешь вообще, конечно. Так, ты вызвал там? Нет, еще не начитал. Я прям даже не знаю. Давай, так. Ты. Хлебника вот эту, что ли? Так, ты кого вообще? Так, хорошо. Нет, знаешь, все. А мне сейчас близко стоят. Давай топором, да? Уйди. Так, у него вроде снижается за счет Каны, да? Кана еще не дочитал. Не допел, точнее. Что она там делает? Лавка с плюсом. Давай, хлебай. Пусть будет. Эдр вроде стоит. Нормально. Тень, тяжелое ранение. Бей, короче, вот ее. Свинюха, давай, подсоби. И тумак что-то там вообще не очень. Как-то все не очень хорошо. На него аж трое. Несчастные. Свинюха. Ой, его зажали, убили. Ой, как плохо. Прям вообще плохо, я бы сказала. Подожди. Что-то и это. Молодец. У Сан очень быстро работает восстановление этой самой. Вообще замечательно. Это прям спасает, если честно. Так, хорошо, давай-ка. Вот так. Ты. Ты бьешь вот этого. О, дочитал. Отлично. Сейчас вызовем кого-нибудь. Или. Гром. Так, вызывает разрушительный взрыв, который оглушает и отбрасывает. Нет, не Симон. Удаст еще я в своего попаду. Нет, не вариант. Ой, почему настойка? Эээ. Ухудшает показатель вычета урона врагов в области действия. Врагов. Так давай же. Отлично. Так, давай вот так. Саня. Так. Плохо. Плохо, 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 плохо. Почему не могу. Давай еще разок. Стойк. Тебе надо что-нибудь такое встануть, чтобы прям хорошо было. Давай. Что-нибудь на силу. Потому что это невозможно. Стойк, живи. Так. Кто у нас тут самый хилый? Ты вроде, да? Так. Вот так. Давай. Слушайте, как-то плохо все. Они еще так появились неудачно. Ой, там гримошь. А, это же этот аллот валяется. Как-то все прям плохо. Знаете что, ребят? Предлагаю сдриснуть. Ага. Десять раз. Так, ну-ка, пей, биренька. Саня? Кто ты самый слабый? Что-то их до хрена скажу и вам. Вообще прям их много что-то. Свинюха? Где ты есть вообще? Дурдом. Ничего не видно вообще, что происходит? Так. Понятно. Не пройдем. Здесь, конечно, с перемещения вообще хрен пройдет, что называется. Так. Хорошо, что все плохо, да? Бей тогда вот это. Кана. Делай что-нибудь. Перед смертью хотя бы хоть кого-нибудь завали. Потому что тут как-то все печалька. Так. Вот это вот это вот. Бей, пожалуйста. Подожди. Ты же не применил. Почему ты не применил? Может, кинжалы пересесть? Что-то как-то печалька. Этот лук. Он сейчас не особо мне помогает. Нет, так. До этого я не дотянусь. Давай бегать. О, нехрена. Нет, слушайте, ребята. Ладно, давайте уж. Что-то убираем полностью. О, нехрена. Слушайте. Все вообще прям плохо. Посмотрите. Ужас. Ужас. Нет, надо как-то... Надо по-другому это все делать. Я, короче, сейчас останусь у дверей. Пущу кого-нибудь одного вперед. Вопрос только кого. Или вообще туда не пойду. Пойду направо. Профит. Может, там что-нибудь сделаю? Ой, да. Конечно. Прямо они жирные, скажу я вам. Их еще много. Их много. Они сильные. Прямо все очень грустно. Интересно, я когда сюда пойду, здесь тоже что-нибудь случится? Что-нибудь такое? Дерево, из которого изготовлены эти бучки и ящики, вздулось и покоробилось будто от воды. Ну, так, наверное, есть. Ты посмотри. Ты посмотри. Дождевой блайт. А, ну, в принципе. Это терпимо. Так, понятно. Сразу кинжалы. Так, нет, давай ты отойдешь, типа, ты не бьешь никого, все нормально. Пока она стреляет сюда. Так, а вот теперь бей. Да, что-то урон как-то ни о чем. Так, и что-то нас бьют уже активно, я смотрю. Так, где там было-то это? Так, слушай, подойди сюда. Давай, выносливость бей. А лот, милый, хороший, замечательный. Давай как-нибудь так, чтобы задеть всех, вообще. Так, ты вот этого бьешь, свинюха. Ты где вообще? А, вот-то. Так. Так, 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 так. Герои, они такие. Так, ты у меня где? Подсвичивались бы они как-нибудь, не знаю, золотим, золотим, типа, и вот это выбрал. Так, восстанавливается мусор, то есть, типа, за счет этого самого стойка. Так, а лот ты жахнул, ты молодец. Но к нему, конечно, можно было бы, но я за один из своих, это плохая идея. Так вот. Давай. Давай. Надо следить за Эдером. Так, а че вы расслабились-то? Вот минус. Потому что каждый раз один умер, все, перенастраивать всех практически нужно. С другой стороны, они, старионей, они не выйдут, куда попало. По одному своему желанию. Давайте. Так, тут неплохо справились. Слушайте, вот эта стойковская способность, короче, она офигенная. Вот восстановление выносливости. Прям очень хорошо. Так, че тут накалякана? Мешки практически полностью сгнили. Я предлагаю сделать здесь привал. Это печально. А как так вообще вышло, что я ничего не могу использовать? Как будто бы я не отдыхала даже ни разу. А, я же после того, как отдохнула. Короче, сейчас мы выйдем наружу. Я не пойду в таком состоянии к ним. Че, с ума сошло, что ли? Сейчас выйдем. Отдохнем. Прямо через привал, не через трактир, чтобы лишний раз не грузиться. Да и вообще. Потому что мы же вроде же отдыхали же, но что-то как-то... Отдохнем и попробуем еще раз завалить этих призраков. Потому что с блайтами... Ну, блайты они не то, чтобы прям очень сильные враги какие-то. Но вот эти призраки... Там один жирный такой летал. Вы видели, да? Ужас. Надо как-то очень осторожно к ним... Да как-то... А, потому что типа город. Вот, стой. Печалька, че-то... Сейчас чихну. Какой-то странный район. Смотрите, мост. Как будто бы причал. А на самом деле это нифига не причал. Потому что как будто бы внизу еще дома. Ладно, давайте тогда доисследуем, так скажем. Шо это? А, это заброшенный дом. Крыши соскреблены, частично отсутствующие черепицы. Напоминают щербатую улыбку. Борца-профессионала. Давай. Че-то сопли потекли. Открыл? Молодец. Пойдем туда потом. Не, подожди. Сперва давайте действительно откроем. Посмотрим, че тут есть. Все соберем. Беженец. Мы потом с вами пообщаемся, ребята. Посмотрим вообще, че тут есть. Кто тут стоит. Браган. Браган. Какой-то важный хрен. Собо всем. Кошка. У меня этих кошек уже. Это какой дом? Что это? Не подсвечивается. Очень интересно. Ну, я не могу не зайти в то, что не подсвечивается. Хотя, наверное, там было, но мы заслонили карты. На карте, да? С своими телами. Сейчас узнаем. Опа, здрасте. Брайан Уокер. Врил. Че это за домина такая? Интересно. Давайте тогда с ними поговорим в следующей серии. Эту закончим пока что. Маяк, конечно, да. Дал попотеть чуть-чуть. Напряг что-то он меня. Ну, да ладно. Я думаю, мы как-нибудь досправимся. Не сейчас, так чуть-чуть попозже. Вот, в следующей серии переговорим. Кстати, она богоподобная. Точнее, он. Потому что у женщин рогов нет. Как бы двояко это не звучало. В общем, даже в дикой природе нет. Почти у всех животных. В общем. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. И, в общем-то, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Оставляйте комментарии, если вам есть что сказать. И, в общем-то, в следующей серии. Доисследуем этот район. Посмотрим, че как. Хотя, вряд ли до конца исследуем. Потому что здесь все такое неспешное. Может быть, попробуем в маяк пойти. Либо сконцентрируемся пока что на исследовании. И вот на разговорах с этими товарищами. А там уже посмотрим. Вдруг еще что-нибудь поймаем. Какие-нибудь задания. Потому что наверняка. В общем, вот такие вот дела. Надеюсь, что вам понравилось. И увидимся в следующей серии. С вами была Севин. Всем удачи. Пока-пока.